Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о наборе очков завоевания, а именно о том, как легко можно получить их, какими способами, и что за это полезного, собственно, можно лутануть. Начнём же. Как отслеживаются все абсолютно очки завоевания, которые вы получили? Отслеживаются они в специальной золотой полосочке, и в ней написано, что, например, в текущую неделю я получил 280 очков завоевания из 500. Я играю PvP периодически, очки завоевания лутаю постоянно, каждую неделю, и поэтому полоса наполняется в, скажем так, актуальной степени, и в актуальную неделю лутаются все очки завоевания, и при этом лутается самая актуальная награда. Например, награда текущей недели — это пушечка 460-го итем-левела. Само собой, если вы только сейчас зайдёте в игру, и при этом вы не играли в обновление 8.3, то вам дадут вещицу ниже этим левелом, и вам придётся много-много фармить очков завоевания с целью того, чтобы добраться до актуальных наград за отбитые PvP капы очков завоевания. Ну, это не беда, в принципе, награды там 445-е, и они будут вам полезны, будут вашего персонажа немножечко апгрейдить. Также в тот момент, когда наполняется эта полоса с пятью сотнями завоевания, мы получаем сундучок еженедельный, который можно открыть в среду. Также можно с него награду увеличить по этому левелу. Например, стандартная она, насколько я правильно помню, 445-я, а в тот момент, когда у вас в любом брекете уже рейтинг повыше, например, претендент, как у меня, это с 1600 до 1799, то можно полутать шмоточку 460-го итем-левела. В принципе, неплохо, но если, например, апнуть 1800, то можно лутать азериточки 475-е, максимальные в игре, ну, если не брать в расчёт панцирен зота и самого зота в мифической сложности. Но отыгрывая всего одну аренку в неделю, реализовать это, конечно, тяжело. Одна аренка отыгрывается чисто ради того, чтобы с сундучка лутать не 445-ю вещицу, а ту вещицу, которая соответствует моему рейтингу. Бывали случаи, когда люди отбивали полностью полосу завоевания и при этом забывали отыграть в своём брекете аренку или РБГ, забывали сделать выигрыш, ну и при этом лутали с сундука, вещицу малого итем-левела. Не забывайте это делать. Надеюсь, весь смысл очков завоевания ясен. И теперь мы поговорим о том, как легко можно их получить. Я перечислю абсолютно все способы их получения, ну а вы математически для себя поскладываете абсолютно все очки завоевания, абсолютно все квестики, продумаете, как вам конкретно легче будет зарабатывать эти 500 очков завоевания в неделю. Начнём же. Есть квесты различные, собственно, есть викли-квесты, есть дейли всякие интересные вещицы, и есть квесты на киллы. Сейчас обо всём абсолютно поговорим. Я заранее выписал себе и просто буду вам зачитывать. Озеро Ледяных Оков. 10 киллов делаем, получаем 150 очков завоевания. Ну то есть 10 киллов конкретно игроков, альянсовцев или ордынцев. Далее. Выигрыш на Альтераке принесёт 150 очков завоевания, и выиграть нужно со взятым квестом на убийство Ласта, который сидит в своей избушке и ждёт нас. Далее. Викли-стычки или викли-квест на потасовку принесёт 65 очков завоевания. Например, в текущий момент на этой неделе имеется квестик на стычки. Да, вот он, 65 очков завоевания. Нужно выиграть 10 стычек на арене. Но можно играть и саму арену, она тоже засчитывается. Помимо ранее перечисленных викли-квестов, имеется викли-квест на 4 БГшечки. Еженедельный квест, который принесёт нам 100 очков завоевания. Например, ближайшее такое событие будет с 15 по 22 апреля. Выигрыш на случайном поле боя, ежедневный, принесёт нам 40 очков завоевания. Последующие всего лишь по 8. Далее. Случайные эпические поля боя. Выигрыш на нём, ежедневный, принесёт нам 65 очков завоевания. Выигрыш на потасовке, самый обычный, даст нам 40 очков завоевания. Но будьте внимательны, иногда потасовка не активна. Ну и само собой написан таймер, когда она заканчивается. И конечно написано, что нужно делать в этой потасовке и какая карта у неё. Иногда появляются квесты у какой-либо фракции, которой в текущий момент меньшинство, на 25 киллов появляется квестик. И в этот момент, в момент его выполнения, в момент его завершения, можно получить 50 очков завоевания. Но, по-моему, у Орды этот квест вообще не встречается. Так что, те люди, кто играет на Альянсе, могут немножечко порадоваться. На текущий момент Ашран — это эпическое поле боя 25 на 25. Цель — убить вражеского лидера. Также есть квест на убийство вражеского лидера. И при этом можно получить 150 очков завоевания. Далее идут квестики на 25 убийств, конкретно в доле или ульдуме. Такие квестики дадут 100 очков завоевания. Это достаточно много. 20% от еженедельного капа завоевания. Далее. Начальная зона Battle for Azeroth. Если сделать там 10 киллов, то можно получить 50 очков завоевания. Под начальными зонами Battle for Azeroth воспринимаются Тирогард, Друствар, Долина Штормов, Зулдазар, Назмир или Валдун. Само собой, при этом должен быть взят квест. Например, на текущую неделю квестик идет в Валдуне. 10 киллов, 50 завоевания. Ну и еще чести дают и шмоточку 425. Очень, конечно, полезную. Не стоит забывать про Мехагон и про Назжатар. Там также есть квестики на 25 убийств. И если выполнить этот квестик, то можно получить 75 очков завоевания. Если вы будете внимательны и откроете карту в какой-то подходящий момент, то можно увидеть пролетающую метку, пролетающий такой дирижабль, пролетающий ветролет. И он сбросит аэрдроп. Иначе говоря, поддержку с воздуха. Вскрыв этот сундучок, ну или если кто-то из представителей вашей фракции его вскроет первый, опередит вражескую фракцию, то при этом можно получить 50 очков завоевания. Ну и к тому же там немножко всяких интересных других вещей падает. Также имеются нападения иногда на какие-либо локации. Ну, например, через аддон я могу спокойно это все отследить. По-моему, World Quest Tracker аддон называется. Ну, можете в ВК-группе глянуть, там абсолютно все аддонечки написаны. Так вот, выполняя локалочки во время нападений, можно также получить очки завоеваний. По-моему, 50 или 60. Но я больше склоняюсь к 60. Также на карте можно увидеть метку убийцы. Если вы впервые в текущий день убьете его, этого человека, полутаете с него мешочек, то вы также получите очки завоевания. 50 штук. Это полезно, это круто. Например, вы пролетаете мимо, ну или пробегаете, если у вас полетов еще нет до сих пор, то у этого человечка осталось там процентов 10-15, вы кидаете в него условно какую-нибудь дотку или просто гриппаете его, будучи ДК, и он уже засчитывается вам как цель, по которой вы нанесли дэмэдж, и в итоге вы также ултаете этот мешочек. Халявные очки завоевания никогда не будут лишними. Вот, на этом вроде бы все источники очков завоевания перечислены. Можно, конечно, еще поговорить о PvP-экспедициях, но мне кажется, это слишком сложный контент, и в нем нужно напрягаться и делать какие-то действия. Вот так что на этом мы закончим. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.